Ну давайте, хотите с кем-то поиграем, проверим какую-нибудь цель, например. Мы потом вокруг идей, вокруг задач, вокруг целей немножко покрутимся. Ну, пока вот простая идея. Хочу себе вот завести котика каракала. Вот котика каракала хочу, такую вот сложную, серьезную кошку. То есть у тебя такое желание добавить себе дополнительные мороки в виде там уборки волос всяких там со всех предметов. У меня же есть котик один, а этот будет просто побольше. Он будет мурчать, а еще они чирикуют. А вдруг они начнут там друг с другом драться постоянно, устраивать какие-то потасовки? Ну, можно же каракала в дом, а котика остается в квартире. Ну вот видишь, это уже начинается. Кто-то в квартире, кто-то в доме там и так далее. Между ними как-то переключайся, все это сложности какие-то. Ну, да, это, конечно, сложно, но каракал, он же такой, он большой. А ты уверена, что ты с этими сложностями справишься? И что ничего тебе не помешает прям? Ну, как, ну, ну, а что там сложно? Не знаю. Ну, вот каракалы... Ты по-честному себя видишь, я вижу, ты... Ну, каракалы... Ты в фантазиях где-то там каких-то находишься? Спустись на землю. Нет, ну... Реально посмотри на ситуацию. Ну, хорошо, я же работаю со сложными животными, с лошадьми. Это тоже сложное животное. Ну, они же не у тебя дома живут. А так бегали бы там, значит, и гадили. Вот такие кучи. Нет, ну, сейчас не прогадить, но возьмёт он тебе просто, испортит какую-то мебель. Этот котик, который сейчас есть, дерёт чего-нибудь? Не дерёт. А откуда ты знаешь, что этот не будет драть? Я его научу, я смогу его научить. То есть ты хочешь рискнуть? Ну, да. Так и говорим. Да, да. Это риск. Хочу рискнуть, да. Это риск, который может закончиться неизвестно как. Да. Правильно? Ну, нет. Нет. Ну, что значит? Если это риск, значит, ты не знаешь, каков будет исход. Он может быть положительный, а могут быть какие-то неприятности в итоге. Ну, могут быть неприятности. И ты завела котика, он чуть-чуть вырос, ты поняла, что это сложно, невозможно, и давай кого-то искать, кому-то его отдать. Нет, нет, я бы ни за что не отдала. Я бы всю жизнь жила. Ты бы не отдала, но неизвестно как бы. Я бы взяла за себя эту ответственность. И прикинь, и вот всю жизнь жить, мучаясь. Вот и потому что ты взяла ответственность и не можешь его никому отдать. То есть вместо того, чтобы сделать себе прикольно и здорово, взяла как бы и создала себе кучу проблем. Ну, нет, ну, может быть, ну, как сказки бывают. Всё, сейчас остановимся. Чего произошло? Всё, всё, я уже посмотрела вот так вдаль, какая у меня огромная куча проблем будет с этим котиком. Всё, успокойся, проблем не будет, возвращаемся обратно. Возвращаемся. Никто не знает, как оно будет, а многое зависит от нас. Мы воспитывать можем животных, приучать, чем-то брызгать, чтобы не трогал, чем-то брызгать, чтобы трогал где надо. Да, спокойно. Да. Понимаете, да, какая идея? Мы накидываем этих фокусов внимания, и об этом уже сложно не думать. Поэтому я вас прошу сейчас, когда вы будете пробовать вот эту штуку делать, да, не доводите человека до финала, ну, чтобы он сказал, блин, всё реально, нахрен этот кот не нужен. Я только, и что я увидел, на что я отреагировал? Давайте это вот классифицируем. Поплыла, правильно, да? Раз, она вдруг задумалась, у неё трансовое состояние, изменилась эмоция, в этот момент надо останавливаться. Всё, не надо. Нам не надо решать задачи. Если мы, делая там техники на курсе практик, на мастерском, доводим до конца, потому что нам нужен результат, нам не нужен здесь результат. Мы хотим попробовать, а, это там поиспользовать, а, б, заметить это уже структурно, да, ты же замечала, где там последствия, где я про намерение говорю, чтобы появилось то, что мы называем прививкой, да, ну вот такая прививка, когда ты не просто воспринимаешь это как поток коммуникации, который в итоге оставляет некоторый осадок, а в этом потоке коммуникации разделяешь конкретные приёмы. Вот это формирует навык распознавания. Когда появляется распознавание, мы распознавая, уже находимся в позиции наблюдателя, в отстранённом. Ага, я понимаю, что делает человек. Он говорит о последствиях, никто не знает, какие будут последствия, их предугадать нельзя. Можно выйти на улицу и там кирпич, как говорится, на голову кому угодно не падает, говорил Волан, просто так. Вот, но всякое бывает, мы же не думаем об этом, тогда ты не будешь жить, не будешь пить, не будешь есть ничего, никуда ходить, потому что всё время, значит, непонятно, что будет. А как тогда от этого защититься? Мы подговорим об этом, как защититься, скорее защититься так, чтобы человек перестал это делать. Спасибо за внимание.